Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет – народный букмекер! Вперёд! Пополит! 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 Сегодня мы пообщаемся с лидером РПЛ по отборам. И, если честно, я даже немножко опасаюсь, что на инстинктах Иракли возьмет и отберет у меня микрофон. Правда, если ты это сделаешь, то наверняка отдашь его поперек или назад. Правда? Не, я поперек назад не играю. Это раз. Да? А микрофон мне-то неинтересен. Это два. Две шутки подряд и обе не смешные. Ну, бывает такое. Хорошо, тогда поговорим серьезно. Давай. Насколько я понимаю, ты родился в Абхазии, но, по сути, детства там у тебя не было, потому что пришлось переезжать уже в два года, да? Ну, пришлось бежать, а не переезжать родителям. По факту. И мне тоже. Конечно, у меня никакого детства не было. Я думаю, что и у многих людей. В то время у меня было детства, который родился там в 90-м году и так далее, у подростковых, у маленьких детей, независимо от национальности, что у Абхазии, что у Грузии. Родители вынуждены были спасать семью. Искали выход за эту ситуацию. Кто куда мог, туда и ехал. И вот ты как воспринимаешь, твоя родина – это Москва, Россия или все-таки Абхазия, да? Конечно. Моя родина там, где я родился. Это невозможно. Если я буду всю жизнь в Москве, это не значит, что я москвич или так далее. Моя родина – это Абхазия, город Галий, где я родился. Так что родина одна. А ты там был в обществе? Конечно, я каждый год там был. Это обязательно. Просто я так понимаю, что я думал, что проблемы с въездом туда существуют. Проблемы с въездом существуют, но я же гражданин России, как бы, что мне проблем. Мне там дают определенную бумагу, называется пропуск. Без него я не могу въехать. Например, другие граждане России могут въехать с ним. Без него просто спокоен. Ты можешь спокойно поехать и пройти границу. А я так не могу даже. Независимо от того, что я россиян. Потому что я родился там. Под данным праздником я грузин. И мне нужен определенный документ, по которому я должен иметь право въехать, находиться в определенное время и потом выехать. Ну и вот тогда, в 92-м году, что это значило для твоей семьи? Как им удалось выжить, попав в город совершенно другую, в другую страну, по сути, все-таки? В Москву? Ну, это, получается, люди там в 30 лет, там, моему отцу было там 30 лет. Маме чуть-чуть намного моложе, чем папе там 11 лет. Сам факт, что люди надо было заново жить. Люди потеряли все. По факту, с обеих сторон, независимо, кто кого, эмоциональности, профессию потеряли. Жилье потеряли, потеряли рост или близкие, родные, люди нам заново жить. Но жизнь продолжается, потому что другого выбора не было, надо было спасаться. А чем у тебя родители занимались до того, как все это случилось? Мой отец – профессиональный футболист. Моя мама – оперная певица. Так что, один пел, другой играл. К сожалению, операция закончилась. И на каком уровне папа поиграл? Папа, ну, я не знаю, в то время, по второй лиге Советского Союза, Динамо Сумхуми, там, Скат Пелисси, там и так далее. Ну, он нормально поиграл, но вторая лига Советского Союза, я думаю, тогда была неплохая лига. Да, а на какой позиции играл? В центральной защите. Бейбеги, короче. Ну, короче, он тебя, то есть, на вот мотбору он тебя, видимо, научил, да? Наверное, но вряд ли. Я все тренера научил. Ну, а ты с ним играл вообще в детстве? Ну, играл, конечно, ну, там, поняло дело, что, первое дело за ним, что он меня отдал, грубо говоря, футбол. От этого все пошло. Ну, а он как бы настраивал тебя на то, чтобы ты стал именно профессиональным футболистом? Или ему было главное, чтобы тебе было по кайфу? Не-не, ну, просто, ему было без разницы, главное, чтобы я чем-то занимался и не потерялся по жизни. А вот мама после переезда в Москву, она уже не была оперной певицей? Это, по-моему, все быстро закончилось, да? Ну, конечно, ну, у тебя нет ничего по факту. Ни денег, ни жилья, ни знакомых, все заново. Разные работы, лишь бы, чтобы семья выживала, как-то питалась. Тяжелый путь они очень прошли для того, чтобы воспитать меня и мою сестру. Ну, то есть, было вообще не до того, чтобы там на прослушивание сходить, условно говоря? Да, никакой прослушивание, там все загнуло сразу, все забывается, новая жизнь, надо прокормить семья, никакой прослушивание. Все время, в 90-е годы, какой прослушивание, там, другие понятия жизненные были и возможности. И как семья выживала в 90-х в Москве, в незнакомом, по сути, город? Ведь незнакомым на тот момент, правильно? Вообще незнакомым. То есть, никаких там знакомых, особо не было, родственников? Нет, вообще никого не было, там. Может быть, кто-то был, какие-то дальние родственники, которые помогали, там, в одной квартире поживем, в другой квартире, так, переходим, к одной работе найду, там, любую работу, лишь бы прокормить семью и себя. Ну, может быть, есть какая-то история конкретная, которая поможет нам иллюстрировать этот момент? Ты вспоминаешь конкретную историю, мы понимаем, да, было очень тяжело. Понятно, таких историй очень много, если честно. Я, естественно, не хочу их вспоминать, потому что все, что было там, оно остается там, но я не могу описать словами благодарность родителям своему, которые прошли такой тяжелый путь в своей жизни ради своих детей, ради семьи, чтобы мы себя чувствовали комфортно и ничего не надо. Понятное дело, что мы во многом в чем нуждались, но для нас кусок этот сахара был очень слабый, так что было нормально. Слушай, а ты в маму музыкальный или все-таки не очень? Да никакой музыкальный, я в нотой не была, да. Вообще? Вообще нечего. Ты пошел в футбольную секцию, то есть это именно папа отдал или как-то может быть? Нет, это не так было, это было так, что мы жили на Динамо, снимали там квартиру, и мои родители работали на рынке, Динамо, у меня была точка, я не там. Я просто все время там играл в футбол, там на теннисе картах, ну просто чеканил туда-сюда, и там дядя, который учит теннис, он сказал, 1 сентября набор твоего года, Динамо, ну иди с родителями приходи, надо пройти набор. Вот так я пошел с бабушкой, просто пришел в набор, там было около 150 детей моего года, тренер был мой первый, Владимир, радио Ишалин, и он там отбирал, там каждое упражнение отсеялось, количество людей. Вот у нас 6 человек осталось. Но он, наверное, увидел тебя в подкапе, да? Да нет, ну я не знаю, в чем он меня увидел, но что-то он увидел. Ну и он отсеялся, там, количество людей, и вот так мы на первую тренировку, а потом шестером пришли. Мы начали с малой спортивной ареной динамоцкой, которой, к сожалению, сейчас нет, сейчас там ничего нет уже. Но мы там не тренировались вначале, мы тренировались на речном вокзале, там на Флотской улице. И вот так вот моя футбольная жизнь началась. Можно ли сказать, что для тебя особенно как-то символично, что свой первый матч в РПЛ ты провел именно против Динамо? Ну, конечно, я вообще мечтал об этом, естественно, все, все, все осознанное время. Ну, я как воспитанник Динамо, с 97-го года под будешь 9-й год я прошел всю школу. Потом получилось, что у меня там, ну, не получилось там, свои обстоятельства бывают в Уголе. Потом поехал в Кубань, дальше моя карьера продолжилась в Венгрии. Но я всегда мечтал вообще в самое детство выйти за Динамоцкой, в премьер-лиге сыграть за них. Но получилось, что у них вообще идеально. Когда с Федей я снова там играл, но мы с ним очень мало времени провели вместе, потому что он там плюс-минус, может быть, год-два, он с нами только в конце на Россию поехал. Зато помощник тренера Паша Лопатов, мы с ним провели там 12 лет вместе, мы в школе вместе играли, теперь он помощник тренера Динамоцкой. Наверное, Смолс тебя вспомнил хотя бы? Ну, Динамоц. Наверное, немало еще у него ссадин осталось, да, еще из тех ребёнок? Нет, нет, мы на тренировке друг друга не били. Ну, веселая жизнь была интересная. Слушай, пару историй тогда с тебя, ну или хотя бы одну. В Динамоцке? Да, сам говоришь, веселые истории, давай. Веселую историю на заказ. Нет, вообще с Динамо очень много веселых историй было. Ну, не знаю, можно в камеру такое говорить не знаю. Давай, рассказывай. Много разных было историй и вообще для меня Динамо. Много что дало мне в жизни, понятно, наш характер. Они меня воспитали как футболиста, я очень сильно благодарен за это, что я прошел такую хорошую школу с известными тренерами, таких как Сергей Николаевич Никулин, Александр Новиков. Это убийцы футбола были в Советском Союзе, от них, наверное, я взял такую жесткость и агрессивность. А ты уже в детстве выжигал в центре поля? Ну, у меня все время был такой стиль игры, знаешь, я не был какой-то, знаешь, там, великолепный созидателем и так далее. Хотя у меня неплохая передача, но просто мне это нравится. Мне больше нравится отбирать, созидать. И это прям с детства ты почувствовал эту страсть? Ну да, ну да, чувство такого. Кто-то забивает, кто-то на жопу катается, знаешь, но это нормально. Мне в кайф это делать, я ее отберу, другой забьет, знаешь, у меня вообще нормально. То есть ты вот, если с поля без... Слушай, если ты с поля без желтого ушел, нормально? Идеально. Идеально, да? Идеально. Ну, зависит от желтого. Просто некоторые опорники говорят, что если без желтого из поля ушел, значит, как будто и на поле не выходил. Да нет, просто у нас такая позиция, понимаешь, но то, что она обязывает в моменте срывать атаки, там, нарушать и так далее. Больше уступать в единоборство, мы из-за этого больше получаем желтый, короче. Но с возрастом надо понимать, что желтый, желтый, рознь, понимаешь, что мы желтый получить на равном месте, а потом ты уже все, ты отыгран, ты не можешь не уступать в единоборство. И это с возрастом приходит, потому что раньше шашки на голу, там, независимо, есть у меня желтый, нету, прыгал, подводил команду, и потом я постепенно переслез, потому что это реально мешает развиваться как футболисту, как и команде. Да, а самое тупое – это желтый, за не спортивное поведение. Ну, это вообще классика жанра. Разговоры и так далее. Ну, это глупо, но это эмоции в плане того, что это внешне выглядит, что какая глупость, но тяжело иногда эмоции. Пробладаю человеком. В моменте раз – импульсивность, быстро. С кем ты играл в молодежке «Динамо», кроме Смолова? Кто-нибудь сейчас есть прямо наверху, на заметном уровне? Ну, нет, все закончили. Ну, Никита Чичерин играл тоже за основу, он закончил. Кого еще из опорников в России и РПЛ, и ФДЛ ты прям очень уважаешь? И считаешь близкими по стилю себе? Сейчас? Сложно сказать, честно, в РПЛ. Вот лет 5-6 назад я бы назвал «Денисова». Сейчас я не могу сказать, что здесь такое опорник, грубо говоря. Ну, слушай, Бариус же красавец. А, ну ты пролегионировался, спрашиваешь? Ну, хорошо. Мы независимы всех. Ну, если легионеров – это и «Диарабл», топ локомотив. Но это вообще другой уровень. Бариус – да, Бариус – да, хороший. Он такой, цепкий, наглый. Бариус – да. А если из россиян взять? Из россиян, наверное, на данный момент или Баринов, или Глебов. Ну, вот они два подходят потом. Типа людей. А в ФНЛ с кем коваться больше всего любил? Ну, с Менделем любил зарубаться. С Менделем – это у нас вообще клавиум. Ну, с Менделем – нормально. С Менделем, с Рыжим, Замалеем. Провокатор еще кто-то, он знал кого провоцировать. Ну, все, больше не с кем было по факту. Наив, провоцировал? Ну, он же меня хорошо знает. Знает, куда надавить, надавить. Что-нибудь скажет или ударить чем-нибудь. А потом – извини, Ираклия. Этому же извини не помогает. А ты сам так не делаешь? Специально? Нет. Ну, чтоб специально, да. Но слушай, это же маленькие футбольные хитрости. Нет, в этом плане я не хитрый человек. Ну, если ты хочешь как бы играть жестко, играй жестко в мяч. Не бей сзади просто. Играй агрессивно. Ну, эти хитрости, смысл – это провокация. Чтоб соперника на желтую посадить. Мне интересно. Обыграй соперника. Отними мяч так. Ну, смысл? Это же тоже часть игры. Понятное дело, что это часть игры. Но мне такая часть игры неинтересна. Провоцировать соперника словами или какими-то действиями нефутбольными, мне они неинтересны. Я не вижу этого смысла. Это человеческий фактор, как бы. Если ты можешь себе позволить на поле так сделать, значит, ты и в жизни так и сделаешь. А мне многие говорят, что все-таки это разные вещи. Надо разделять то, что на поле, остается на поле. Или для тебя – нет. Для тебя все это как бы, это все одно целое. Ну, как это все, что на поле? На поле иногда люди такие слова могут обидно сказать, которые в жизни многие себе не позволят сказать. Да, да. А потом под трибунку заходят. А потом под трибунку заходят. Ну, это же так не делается. Значит, ты должен контролировать свою речь или эмоции. Ты же не можешь оскорбить какие-то вещи сказать нецензурные, что касается честь человека или честь семьи. Есть такие люди, которые для них это ничего не значит. Для некоторых легионеров некоторые слова, ну, как бы, они не так важны, как ментально совсем другая. Ну, надо контролировать себя уметь. В выражениях так точно. Да, что касается футбола, играя жестко, хоть делай, что хочешь там. Просто не бей с потешка сзади, играя с мячом – это нормально. А там, что касается слов, надо следить за речью. Ну, то есть, ты оправдываешь поступок Зидана в финале Чемпионата мира 2006? С человеческой точки зрения я его оправдываю. По футбольному – нет, потому что уровень… Игрок такого уровня, он должен был себя сдержать, потому что на кону стояло очень много. Это Кубок Чемпионата мира. Как ты думаешь, ты бы сдержался? В его возрасте, да. Он уже был в нормальном возрасте. Это не 20 или 22 года. Ему 34, по-моему. Ну, вот, видишь, он должен был себя сдержать, понимаешь? Я думаю, что ему и до этого много чего разные гадности говорили. Ну, видишь, этот человеческий фактор – ты ему в голову не залезешь, не объяснишь, не поймешь. Он так решил, конечно, принял такое решение. Почему ты оказался в Кубани? Как выпускник «Динамо»? Тебя брали в основу или нет? Нет. Ну, я там, меня силки брал в дубль. То получалось, то не получалось. Не было никакой конкретики. Но я чувствовал себя как ненужным. Как раз просто появилась возможность в Кубань. Агенты какие-то задурили голову. Можно поехать. Тогда у меня не агентом ничего. Во-первых, вообще с этим столкнулся. Какой-то переходным. Более-то сейчас уже все знают, что такое агенты. И в то время, там, 18-19 лет, какие агенты. Ты же тебе доверчивый очень был? Я даже, ну, в то время никто не... Ну, знаешь, ты играешь, ты любишь футбол. Ты не понимаешь некоторых вещей околофутбольных. Потому что ты с возрастом понимаешь, что такое околофутбольные дела. А тогда ты этого не понимаешь. Ты просто играешь ради любви к футболу и стремления добиться чего-то. Ну, и просто человек посадил, что можно поехать в Кубань. Вот, ну, я поехал. Ну, ты не пожалел об этом? Да нет, почему я пожалел? За свой опыт получил определенный. Ты играл, насколько я понимаю, в молодежном первенстве? Когда в нем еще можно было играть с тем парням, которых спускали из основы? Ну, да. То есть, когда брали, ты там играешь против ЦСКА, а там, условно говоря, Рахимич выходит против тебя? Нет, был Рахимич против меня, против меня. Ну, я грубо говоря. То есть, ты играл против Карвали в молодежке? Ну, слушай, круто же. Ну, круто для молодых футболистов, по-моему, делаю. Играешь против таких больших футболистов. Ну, там же спускают не просто так, даже понимаешь, для чего спускают, удобно. Ну, это какие-то воспитательные моменты, в том числе. Ну, или воспитательные, или футбольные моменты, которые не подходят к клубу, и они просто спускают. Например, но в любом случае это повышает уровень конкуренции в этом конкретном молодежном первенстве. И когда ты играешь против таких парней, ну, всё-таки это определённый опыт важный. Не факт, что он повышает, потому что они не отдаются так футболу игре, как они отдавались бы первой команде раз. И проблема в том, что молодой парень готовится всю неделю к игре, и он знает, что его не поставят, потому что спускается снова у человека, который обязан играть там в первой тайне. Это несправедливость. Этого не должно быть в футболе. Это самая главная проблема в футболе. Должна быть здоровая конкуренция и справедливая. Человек, который Паша заслужит своё место, он должен играть. Независимо от того, что он в футболе делал. Смысл его работы? Он всё время тренируется Паша для того, чтобы спустить кого-то с Сосновой. А в чём его приоритет? Он может отыграть неполный матч. А для его партнёров, которые сыграют с Карвали, например, да послушай, круто. Ну, круто, когда Карвали бы отдавался, знаешь, максимально развивал молодых и так далее, и всё время проводил с ними тренировочный цикл, это окей. А когда его спускают на 45 минут и 90 минут, как бы ему, знаешь, по барабану там. Ну, он может на самом уровне мастерства отдать тебе такую передачу, которую не отдаст твой молодой партнер. Ну, это понятное дело, но это же, это логично. Если такого человека спускают, который там просто был лучший в России. Он просто разрывался. Один из лучших легионеров, который был в ЦСКА, это точно. Понятное дело, что молодые ребята от этого учатся и стремятся к тому, чтобы играть так, как он. Ну, и здесь обратная сторона есть моменты. Я смотрю твою биографию, вижу, что ты поехал в Венгрию в 20 лет. Как? Это какое-то, ну, со стороны кажется, что это в какой-то степени авантюрное решение, нет? Ну, по факту, да. Я считаю, что это была моя ошибка. Ошибка? Ну, да, спустя время я считаю, что это была моя ошибка. Почему? Ну, слишком моментерно для меня. Может быть, сейчас бы сказали, да, это хорошо, молодой футболист уехал в Европу. Так, сейчас и говорят. Честную конкуренцию. Да, честную конкуренцию и так далее. Но, здесь, понимаешь, я мог бы в России раньше начать играть. И, может быть, и раньше дорос бы до РПЛ. Но я уехал на этот период, не мог себя найти, как футболистами было тяжело. Были много тяжелых разных моментов. Потом, когда я приехал в Россию, мне приходилось со второй лиги начинать это все с Арата. Потому что я был никому не известен, грубо говоря. Никто меня не хотел брать. Вот Арат я сыграл один сезон хорошо. Понятное дело, что наша команда была на две-три главы сильнее всех. И после этого я попал с Кахабаровска. Только благодаря этому. До этого мне никто не брал. Сколько раз мне предлагали туда-сюда. Нет, не нужен. Нету статистики. Нет, не нужен. Что за статистика? Всех интересует, так и не понимаю. Нет, не нужна статистика. Никто даже не хотел смотреть. Это потому что меня никто не знал. Просто как футболисты в России, внутри страны. А почему ты в свое время уезжал в Венгру именно? Ну не было других у меня по факту вариантов. Не хотел я в дубле оставаться опять. Или ехать в вторую лигу я не хотел. Ну просто не знаю почему. Не из-за того, что я остался выше других. Ну а в FNL предложений никаких не было, правильно? В FNL вообще никаких предложений не было. По FNL это точно. Я может быть... У меня же не было никого агента еще. Откуда я знаю какой можно? Я же не могу каждый клуб сам звонить и предлагать себя. Если бы был кто-то заинтересован... Некоторые так делают. Ну это их право как бы. Я бы так не сделал. Потому что никто не был заинтересован. Просто как-то случайно получилось, что как-то через знакомых была возможность попасть в Венгрию. Ну я поехал на просмотр. Сперва сделал визу рабочую. Поехал на просмотр. Потребался неделю. Прошел просмотр. Вернулся назад. И там 3-4 месяца ждал уже рабочую визу. Потому что по туристической визе нельзя было там находиться. Вот этот геморрой был в этом плане. Потом тяжело было адаптироваться. Было вообще ужасно. Не знаю языка, ни английского, ничего. Попадаешь туда первый раз. Насколько я понимаю, венгерский язык один из самых сложных в мире. Вообще он уникальный. Абсолютно. Ну Европа это точно самый сложный в мире. Я думаю пятерка в мире точно в ходе. Там не знаю 28-29 падежей. Короче там по факту очень тяжелый язык. Учить его очень тяжело было. Но у меня выхода не было другого. Надо было учить язык по-любому. Потому что надо как-то было коммуникации. Нужно было общаться с партнерами. Не только с партнерами. За полем там в магазине и так далее. Это вся суета была. Много нюансов там. Там прям выходные дни они не работают. Там магазины какие-то работают. Знаешь. Там столько геморроя было. Ну приходилось как-то справляться. И ты еще без семьи один сам себе чисто предоставлен. Сам себе. Сам себе. Сам себе. Вообще нормально было. Ну и потом постепенно я уже учил язык раздевалки. Я уже понимал эти слова. Но не мог выразиться правильно. Там уже прошло год может быть. Я уже не стесняясь начал хоть. Ну я понимаю что я неправильно может быть выражаясь какие-то слова. Но мне пока было по барабану хотя бы я мог объяснить. Чтобы тебя поняли просто. Да. Потом постепенно вот так вот так. И за два года я выучил язык вообще. Чтобы я общаться могу вообще спокойно и объясниться. То есть не с репетиторами? Нет. Вообще ноль. Ну у меня был переводчик изначально. Он был вообще украинец. И он там жил. Но он был на границе жил где-то вроде с Венгрией. И он знал и венгерский и украинский язык и русский. Понятно? И он мне там помогал плюс-минус. Ну как он помогал? Он венгерский знал потом как я. Ну он просто мог какие-то слова перевести. Там объясниться в магазине что-то взять и так далее. А так он не очень хорошо переводил. Ну то есть он что-то недоговаривал? Ты это чувствовал? Нет. Он не знал. Он не знал слова. Чтобы неправильно объяснить. У него футбольные специфики? Да. Футбольный вообще не знал. Какие-то слова которые нам было дословно перевести. Футболиста он не мог перевести. Ну то есть тебе пришлось реально окунуться в эту языковую среду и просто словарный запас тупо набивать. Но это обязательно. Ну это обязательно. И в России кто приезжает легионеры они обязаны это делать. Это во-первых уважение к стране, к культуре, к партнерам, к клубу. Ты обязан это сделать. Сейчас многие по 6-7 лет играют не зная русского языка. Но это смешно. Ну если по 6-7 наверное. А если ты изначально понимаешь что ты переходишь в клуб РПЛ. Это для тебя трамплин чтобы потом уехать в какой-то большой клуб. Или в топ лигу например. Но если ты понимаешь что это коротковременная история. Ну я могу это понять. Ну ты не знаешь что будет завтра. Коротковременная ты подпишешь если ты контракт на год. Как бы понятное дело что русский язык тоже тяжелый. Но за год можно выучить слова. Которые тебе могут спокойно помочь там по жизни. То есть какой-то минимум. Ну какое-то минимум. Это просто уважение не более того. Плюс тебе помогает эта коммуникация и уважение к стране куда ты приехал. Ну как бы и очень приятно было для венгров. Знаешь легионер там вообще очень тяжело выучить венгерский язык. Я потом потихоньку сербский выучил. Потому что много сербов. А он однокоренной с русским. Славянский язык очень легкий. Ты идешь вот это прочитаешь? Зимой и летом. И в сту же и в зной. И в сту же и в зной. Заплакил родной. Конечно что ты помнишь. И такие легкие слова мне конечно. Слушай надо было мне подготовиться. Что-то сложнее придумать. Везде я еще читать умею. Видишь? Да. Полезный навод в наше время. Да. Очень тяжело. То есть ты знаешь венгерский, сербский. Ну понятное дело грузинский. И мой диалект мегрельский. И английский. Но английский ты просто. Я там просто учил раздевалки. Я все учил в раздевалке. Мне это приходилось. Потому что это вынуждено. Похоже футбольная раздевалка лучше любого университета. Вообще это просто сто процентов. Понятное дело что я может быть неправильно ставил времена. По английскому там. Грамматика. Да. Или писать не умею правильно. Но. Пообщаться я могу спокойно понять человека. И чтобы он меня понял. Это легко. А с Максимом по сербству пробовал разговаривать? А вчера только я узнал что. Ну да. Пару слов перекинулись. Сербский вообще легкий. Я думаю его можно за три месяца спокойно учить. Ну с венгерским гораздо тяжелее. Не. Венгерский это реально. Венгерский вообще он очень тяжелый язык. Но ты до сих пор то есть помнишь. Хотя и ты без практики. Ну я без практики. Но я помню. Я иногда с венгерами общаюсь по фейсбуку. Там переписываюсь что-то и так далее. Чтобы просто помнить хотя бы язык там некоторые слова. С кем я играл с ребятами. Ну а вообще каково это в раздевалке когда ты приезжаешь. И ты там никому не нужен. У тебя нет там никаких друзей. Ты с нуля все доказываешь. Я же читал ты вообще-то туда приехал венгеру как левый защитник. Хотя это не твоя позиция. Ну просто потому что у меня левая нога. Некоторые тренеры и так видят знаешь. Что есть у тебя левая нога. Значит он на левый план. Да. Это слишком примитивно. Но он так видит как бы ты с этим не поспоришь. Ты делаешь то что он просит. Оно было очень реально тяжело. Я вот знаешь разницу ставлю. Вот например легионеры когда приезжают сюда даже. В Хабаровске приезжали легионеры. Как мы к ним относимся по факту. Как мы пытаемся помочь знаешь. Но мы же радужные ребята. Это ментальность. Мы очень разные люди ментальные. Венгрии такие они. Ты конкурент. И все как бы. Для них ты конкурент как бы. Ну плюс минус там один два парня общались. Нормально как-то радужно знаешь. Пытались объяснить кто постарше. А кто моего возраста был чуть. И я приехал на его место. Я легионер с какого перепугу. Для них и конкуренты. Они как знаешь. Осторожно постоянно. Холодно общались. Потом постепенно. Постепенно. Вот коллектив. Когда я выучил зика. Они вот меня зауважали в этом. Вот тогда. Вот расскажи историю. Как ты продемонстрируешь. Я так понял. Ты же скрывал какое-то время. Я много лет. Ну времени. Я это не могу сказать. Но там месяцами я скрывал. Что я знаю язык. Я понимал все что они говорят. Раздевалки. Могу уже ответить. Но просто. Я стеснялся того что. Может быть я с ошибками. Буду говорить и так далее. Но была ситуация у меня плохая. С бутцами. Короче. На ProDirect есть такой сайт. Там бутцы. Они оттуда бутцы заказали. Я заказал бутцы. Первый раз знаешь. Купил себе бутцы. Потому что пришла зарпата. Там это что. Такие Adidas. Зеленые. Прихожу открываем. Бутцы мне пришли. Открываю короче. Бутцы. Мне написано там Fuck Rush. Маркер. Неприятно. Я понял. Меня просто замкнуло. Я. Понимал. Плюс-минус. Кто это сделал. Но я же не могу поймать его. Я пошел к капитану. Думаю взрослый парень. Был такой поигравший. Из-за сборной много. И очень хороших клубов. Шторг Петер. Я ему говорю. Типа. Петер. Как это понять. Если мне 20 лет. И так далее. Я сидел в такую сторону. Не допущу никогда. Как это напишу. Fuck Rush. Написали на бутцах. Что это за шутки. Такой юмор. Такой юмор. И он. Там с кем-то начал борзгать. Он меня закрыл. Раздевалку. Сказал. Что за х** это. Вы что делаете. Давайте новые бутцы. Когда начали отсмеяться некоторые. Я понял сразу. Что это сделал. Ну и все. Мы сербами там напали на него. Устроили темные вот чуть-чуть. Туда-сюда. То есть вы отсекли этого. Ну конечно. Но это я. У меня вообще. Мне бы барабан был. За себя получил бы. У меня венгры были. Там 5-6 человек. Я бы все равно. Как это. Возможно. Fuck Rush. Написать на бутцах. Ну это что за шутки такие. Ну они такие вещи. Знаешь. У них. Очень такие были шутки. Но я вообще не понимал. Куда я попал. У меня вообще разные люди. Примеры. Ну они могли. Например. Сказать. Вот один у нас. Идет. Вот этот был. Который с бутцами. Могут написать. Сказать. Возьми мои. Ключи от квартиры. Кому-нибудь там. Из клуба. Он говорит. Зачем. Я говорю. Устал. У меня жена одна дома. Ну ты представь. Вот такие вещи. Для них. Для меня. Я воспитывался уже в кавказской семье. Даже не зависит. В России вообще. У нас ментально. Другие люди. Такие шутки. Я вообще не понимаю. Куда я попал. Мне было в этом плане тяжело. У них например маты там. Они могут материть Бога. Например. У них есть такие слова. Я вообще не понимал. У него в этом плане было очень тяжело. А так вообще по борьбам. Потом я уже начал. Отвечать им как надо. Потом у нас разделилась команда. Вот это легионеры. Венгры тоже был такой период не очень хороший. Если к нам они квадрат попадали. Мы их уничтожали. Если они к ним квадрат, то они нас уничтожали. Вот. Большая разница. Колоссальная. Между тем, что. Как относятся у нас к легионерам. И как относятся там к легионерам. Как по-твоему правильно относиться к легионерам? Независимо. Кто. В какой национальности. Какое вероисповедание. Должен относиться по-человечески. Если он по-человечески относится. Он добросовестно делает свою работу. Независимо. Он приехал сюда. Мы все конкуренты. Мы же не приехали сюда. Я здесь воспитывался. Я здесь вырос. Мы сейчас играем все вместе. И что. Мы все другу конкуренты. Я что-то к тебе должен быть. Почему? Плохо относиться. И оскорблять. Тебе лежать. Нет. Так же по-человечески относиться к человеку. Он приехал в новую страну. Он должен наоборот помочь. Быстрее адаптироваться. Чтобы он помог команде. Так что вот так. Эти истории из футбольного клуба Печь или? Да, да. Печь. И ты, я так понимаю. Ты с Печем вышел в высшую Лигу Пиангрии. За сезон. И отправился в супер-клуб под названием. Сигецен Миколош. Сигецен Миколош. Что? Что ты сейчас произносишь? Какие-то венгерские ругательства? Это нет. Это так называется. Это сокращенно СТК Рима. Вообще Сигецен Миколош. Это маленький город Сигецен Миколош. Это маленький район. Вот Будапешта может быть там километров 20-30. Там маленький клуб совсем. Меня отправили в аренду. Новый тренер пришел. Сказал, что ты молодой. Уезжай в аренду. Я уехал в аренду. А тот тренер, просто тренер увольный, который меня брал. Он ушел туда. И он мне забыл в аренду. Он мне забыл в аренду. Я поиграл полгода. И они меня вернули назад. Я уже поиграл там за ним. Ты знаешь, что футбольный клуб СТК Рима вообще в Рунете отмечен только благодаря тому, что ты за него играл? Серьезно? Серьезно? Не знаю. Ты можешь на русском прогуглить. Этот клуб будет упоминаться только в контексте Ираклия Квискина. Наверное, да. Знаешь, если бы не ты, никто бы в России не знал про СТК Рима. Ну это просто первый россиянин сыграл в этом клубе, наверное. Ну такая, то есть ты маленький такой Колумб футбольный. Вообще открыватель просто района. Еще я так посмотрю, ты поиграл за Мику, Гурю, Алашкерт. И за все эти... Помотало меня, короче. Ну помотало, да, и везде по одному сезону буквально. Как так? Помотало. Я уверен, что тебе самому не по приколу было. Хочется же наверняка где-то там годами играть за один и тот же клуб, познавать город. Я мечта вообще было, понимаешь, как воспитанник Динамо провести всю жизнь в одном клубе. Это было идеально просто. Но, к сожалению, не все так складывается, как у многих футболистов. Но это вообще тяжело так, чтобы ты всю жизнь в одном клубе играл, как Динфеев. Но это просто великолепно, знаешь. Это просто история. Вот такая глыба, как Мальдини со временем в Милане. Борезнь. Но это просто мечта любого футболиста. Меня вообще деньги в принципе не интересовали. В такой истории деньги вообще не интересует. Когда тебя клуб любит, он тебя воспитал, ты прошел такую школу. Ты просто, тебя все уважают, ты отдаешься полностью в клубе. Я всю жизнь провел в одном клубе. Там уже от деньгах вроде не может быть. Я все время хотел этой стабильности. Я вот в Хабаровске получил эту стабильность. В плане того, что я играл все время стабильно. Четыре года я отпахал от Адойя. А что за футбольный клуб «Квазар» за который? «Квазар» – это мои друзья открыли. Товарищи. Это чисто любительский клуб. Ну это просто, да, любительский товарищ. Ты просто подурачился. Да, просто подурачился. Слушай, в Википедии так отмечено, что Ираклик в Викистерии играл за «Квазар». Ну ты Википедию… Все, не тот источник, правильно? Википедия кто? Американская? Я понял, все, по всей справочной информации к тебе. Ты ходячая библиотека. Это Википедия, там все подряд написано. Там написано, что у меня грузинское гражданство. У меня хотел, а у меня нет. У меня везде грузинский флаг, что у меня грузинское гражданство, хотя у меня и нет в гражданстве. Знаешь? Так что вот так, Павел. Ну и почему же все-таки тебя помотало настолько? Как так складывалось? Ну я не знаю. Это футбольная жизнь. Слушай, само собой так получается или как? Ну почему само собой? Ну это футбольная жизнь такова. Я же, это такая судьба, я же не выбираю судьбу. Почему же? Так я куда ты выбираешь? Ну хватит. По-моему, чемпионский менталитет, это когда ты говоришь, все зависит от меня, я сделаю все, чтобы добиться своих целей. Да, что касается моей работы, а что касается продолжения, например, ну перешел я в Мику, так получилось. Я вообще не хотел играть в футбол, все это уж прошло. После Венгрии я не хотел играть в футбол. Думал все, я и короче закончил футбол. Чем бы ты занимался? Я хотел пойти учиться на переводчик. Круто. Я хотел лингвистически поступить и переводчиком быть. Тем более венгерский язык это очень сложный, и этот перевод такой, знаешь, значимый, достаточно редкий. Я понял, что... Я хотел пойти учиться на это, чтобы... Я просто не хотел футбол заниматься, потому что те околофутбольные дела, как бы меня уже напрягало. Просто морально мне было тяжело. Но что-то же случилось, что ты остался в футболе. Ну вот, Квазар. Они меня позвали, и обратно мне веру вернули в себя, и в любовь к футболу они меня вернули. Балавсто, значит, ничего серьезного, не требует тебе никаких результатов. И в итоге балавсто тебя довело до того, что ты поиграл в квалификационном раунде Лиги Чемпионов. Ну это жалышки, да. Ну я просто перешел в Мику. Вот там Квазар создал... Один парень, там Артем Хачитрян, он создал этот Квазар. И плюс-минус как-то получилось так, что мы Квазаром переехали в Мику. Там не все, но там семь-восемь человек, плюс тренер гирштаб, тренер батарей. Главный тренер приехал туда. Мы приехали в Гуглазе Чемпион Армении просто Квазаром. Там добавили еще плюс пару футболистов из Армении, с армянскими кормяне и армянин. Мы играли там, и я хорошо отыграл до сезона, перешел в Малышкирт. Ну и поиграл в квалификации Лиги Чемпионов. Гимн-то звучал в Лиге Чемпионов? А какой гимн? В квалификации не звучит гимн, да? Нет. Обиды. Фэнел сильнее, чем… Чем квалификация Лиги Чемпионов? Чет тот квалификационный раунд, первый, второй, Фэнел сильный. А с кем ты там играл? Там какая-то мальтийская команда, не помню. И как закончился матч? Первым мы выиграли 4-0 на выезде, что ли, или 3-0 дома. Ну, то есть понятно, короче… Там, ну, уровень значил. Даже между нашим клубом и МММ. Ну, значим уровень. Потом Геннадо Тбилиси, это уже чуть посильнее я был уровень. Мы на выезде проиграли 3-1, что ли. И дома 0-0. Мы не прошли дальше. Там уже посерьезнее для нас. Сейчас факт дня. Ираклик Вика Искири играл против Стивена Джерарда. Нет, конечно, когда я играл. Я играл против Эшли Коула. Эшли Коула? Да. Слушай, я про Стивена Джерарда читал. Да нет, еще я играл против Эшли Коула и Дос Сантос. Знаешь, что говорил? Джованни Дос Сантос, который играл за Барселону. А против Эшли Коула ты где играл? Нет, я играл в Лос-Анджелес Галакси. Ну, против Лос-Анджелес Галакси. Да, мы были на сборах. Мы были на сборах с армянской командой Лошкертом. Там у них такая традиция или, может быть, какие-то правила. Есть чемпион страны, его приглашают. В Лос-Анджелес, там маленький район есть, может быть, город. Дэлемон называется. Там большая община. Армянская. Они приглашают. Мы туда поехали на сборы. И вот мы играли с Галакси и Сокглайс Сити. Там играл Юра Мавси Сантос. Вот Эшли Коула и Дос Сантос. Слушай, опять же, это не Википедия. Я читал про Стивена Джердена, честно. Не-не-не, про Стивена Джердена. Могу тебе скинуть даже. Не играл про Стивена Джердена. Может быть, скажем, что я играл. Нет? Нет, не будем играть. Не будем играть? Не будем играть. Не будем играть. Хорошо. Ты пришел в Арарат, когда там были Павлюченко, Рябко, Лебеденко, Измайлов. А когда ты уходил, это уже был совершенно другой клуб, насколько я понимаю. Ну да. Это такой был... Со стороны это выглядело как нечто очень-очень специфическое. Что это было? Честно, плохо, что все так закончилось. Потому что я думал, что у этого клуба большая возможность дальше проявить себя. Все так на этот клуб смотрели, смеялись, понятное дело, что думали, что это чисто отмыв денег и так далее. Такие большие футболисты. Они точно не пришли на маленькие зарплаты и так далее. Понятное дело, что по второй лиге мы прошлись значительно. Просто вот эта вся ситуация, что была у Арарата, знаешь, даже не хочу вспоминать, эта грязь вся шелилась. Там много ребят было хороших, молодых. Там не было такого что-то. Ну, понятное дело, что все приходили посмотреть на Рома Павлюченко, на Марата Измайлов, на Лешу Рыбко, Ире Лебеденко. Ну, короче, они творили, а ты стелился по газону, да? Да, там все творили. Все стелились, там не было такого. Ну, там реально был хороший коллектив, веселый. Там Серега Давыд зажигал, там можно было со смеху падать. Он вообще красавец, что касается раздевалки. Вот медийная лига как раз то, что надо, это его тема. То есть вы начали, короче, вы начали медийную лигу? Серега, вот медийная лига, это точно его, то, что надо, он там будет разрывать его. А как ты вообще относишься, кстати, к медийной лиге? К медийной лиге? Ну, блин, сейчас такая жизнь, понимаешь, пошла. Интернет, слишком, ну, блин. Ты как такой дедушка говоришь, слушай. Ну, просто в каком-то плане интернет – это зло, потому что многие подростки позволяют себе писать, высказываться и так далее, но как бы безнаказанно. Нельзя писать многие вещи, говорить, которые могут, там, люди комментируют, пишут разными другом. Иной раз это бесит. Когда один раз, ладно, ерунду сказали, но они-то иной раз такие вещи могут писать, когда личности переходят. Пофиг вы, там, оценивать мою игру – окей, оцените мою игру. Это нормально, как бы, у нас такая работа, вы даже можете ее право оценить. Но когда они переходят грани личности, переходят и так далее, это безнаказанно. Они же не могут затрогать тебя, твою семью и так далее, какие-то вещи высказывают. Это не очень правильно. У нас вот эта проблема, что у нас интернет. Вот эти подростки могут себе все, что хочет позволить и пишут разными другом. Понятное дело, что он, может быть, не со зла пишут, потому что он глупый. Он пока не понимает, что какая жизнь. Ну, как бы, это не очень хорошо, что надо это контролировать. В СК Хабаровске ты отыграл три сезона, вот мы с тобой уже затронули. Слушай, я, знаешь, что хотел спросить? Ты себя как вообще после Хабаровска? Ничего чувствуешь? Я один раз туда слетал и помню до сих пор. Я себя великолепно чувствую. Вот эти постоянные смены поясов, я не знаю, как к этому можно привыкнуть? Это отговорки. Понимаешь? Это отговорки. Человек ко всему привыкает. Это раз. Понятное дело, что тяжело. Есть вещи, к которым не очень хочется привыкать, знаешь. Извини, тогда не приезжай туда играть. Никто же не составляет это. Ты же сам приезжал. Не, я понимаю, да, но я немножко поражен был. Это Россия. Большая страна. Ты же не можешь оторвать эту часть от России. Так что это неизбежно. Россия начинается не с Москвы, а с Дальнего Востока. Дальний Восток просыпается, а Москва спит еще. Понимаешь? Так что надо за регионами тоже следить. Что ты делал, чтобы нормализовать свой сон, чтобы нормально восстанавливаться вообще? Кроме того, насколько я понимаю, это сильно влияет на тренировочный процесс, потому что у тебя банально меньше времени на это, чем у конкурентов. Это головная боль вообще. Тренерская головная боль. Потому что там невозможно так тренироваться в таком ритме, как мы даже сейчас здесь тренируемся. Просто не вывезет команда. Ни физически, ни морально, ни психологически. То есть, СК Хабаровск никогда не сможет тренироваться так, как факел? Так, как любой клуб на Западе в таком промеж... Ну, сейчас вот в недельном цикле может быть окей, плюс-минус сможет. А когда были на третьем матче... Тренники, я понимаю, не возможно. Мы просто прилетали... Лишь бы успеть восстановиться. Да, мы просто восстановились. Куда бедно. Ты лишишь любую возможность, чтобы поспать. Там как бы... Ты не думаешь о том, чтобы как бы тренироваться. Ты думаешь, чтобы поспать, быстрее бы отдохнуть, чтобы у тебя хоть какие-то силы были. Вот это может... От этого травмы и так далее, все это нагрузка, моральное состояние не очень хорошее. Когда вот на третьем день играешь, это вообще геморрог прилично летать. А так вообще нормально. Я Хабаровска очень сильно полюбил. И скучаю иногда по нему. В этом плане очень нормально. Есть миф, что для того, чтобы уснуть, игроки Хабаровска пролетают и позволяют себе бокальчик венца. Ну, и мы с тобой про это разговариваем. Это... Значит, сюда-то мы об этом не разговариваем? Да нет, это миф. Фигня. Там надо литр водки выпить. Чтобы уснуть. То есть вот это правда? Ты же что, ну да. Ты какой... Какой бокал вина или какой алкоголь? Если ты еще алкоголь будешь пить в таком режиме? Какой футбол у тебя будет нахер на поле? Ты будешь просто ползать, ты не нужен на поле. Ну как? Это невозможно. Невозможно организм обмануть как бы. Ну алкоголь и плюс к такому сложному режиму это очень тяжело. Просто как иначе засыпать? Я не понимаю. Можешь не спать, можешь спать. Мы все боролись со сном. Кто-то пил таблетки. Я, например, попытался пару раз. Мне тяжело. Получается, что мозг не отключается и не можешь уснуть. Глаза закрываются у тебя таблетки. Да. А мозг не может отключиться. Постоянно вот это раздражало. Я просто потихоньку. Идешь там с тюардессами. Сзади посидишь там. Простые люди просто не могут там. Может быть они просто на них нам привыкли уже. Экипажи. Мы некоторыми экипажами по 10-15 раз летали. Они уже нас знали. Мы там сзади сидели, кушали, сидели. Как-то удобно нам было. Это нам помогало. Хоть общались. Какое-то время убивали. Я много чего прошел в этой команде. С многими футболистами поиграл. Я этими перелетами так закалился на Дальнем Востоке. Вообще Дальний Восток. Я буду скучать по Дальнем Востоку. И будет у меня возможность. Я точно полечу еще в Хабаровск. Что ты успел почувствовать? Ты успел как бы понять, в чем наша особенность? Ну это безумие. Это любовь к БО вообще. Она сумасшедшая. Она все грани переходит. Хорошая способность этого слова. Понятное дело, что болельщик здесь, как я тебе когда-то говорил, требовательный, но понимающий. Они гонят на свое. Они как болеют. Это просто безумно. Это реально. Вот это то, что нужно в футболе. Не вот эти театры. Что за просто сумасшествие в городе все узнают. Люди подходят, общаются, разговаривают. Это так мило очень. То есть ты просто на улицу не можешь выйти, чтобы кто-нибудь не подошел? Нет, нет. Но тебя узнают уже, правильно? Нет, узнают. Правильно, дело. Может побриться? Из специфической внешности. Если я побрился, может меня никто не узнает. Слушай, скинь, пожалуйста, хоть каких-нибудь фотографий без бороды. Мне очень скинь. Ну подходят люди, знаешь, общаясь. Они интересуются, переживают. И это очень мило. Знаешь, это по-семейному. Это очень важно. В семье все происходит. И ругань, и счастье. Но все должно оставаться внутри. И это очень важно, чтобы грань не переходила. Там в интернете понятное дело, что разную ерунду могут написать. Они все не любят, клуб все не любят. Это не болельщики. Это так, знаешь, перебежчики. Когда хорошо, они здесь. Когда плохо, нас нет. Так не бывает. Если в семье какая-то проблема помогает, что это решает, так и должно быть здесь быть. Это не просто словать, что это 12-й игрок. Еще какой 12-й игрок воронежский болельщик. Это реально просто безумие, как люди болеют, как гонят. Такую сумасшедшую атмосферу. Ты чувствуешь, что это оказывает влияние на соперника? Это влияние на нас оказывает больше, чем на соперника. Он нас заставляет гнать. Парни говорили, что в ФНЛ они иногда чувствовали, как соперник трясется просто еще в подтрибунном помещении. Может быть. Я, честно, не могу это понять. Чтобы футболист трясся из-за того, что болельщики. Это, наоборот, кайф. Выходишь, представляешь, только атмосферу. Вот это футбол. Вот ты, когда выходил на матч против «Динамо», когда ты вышел только из подтрибунки, что это было? Космос просто. Адреналин, знаешь, как сигарет просто. Космос. Реально просто тебе сердце бьется в такой степени, что просто хочешь поубивать кого-то на поле. Лишь бы они лишний раз еще больше заводили. Это классное ощущение. Может быть, тебе стоит с таким настроем во флорентийский футбол поиграть, знаешь? Чего это такое? Ну, это там, где мяч даже не обязательно трогать. Главное, бить соперника. Не-не, ну, бить не надо кого-то. Отнять мяч, отдать своему. Слушай, в регби не пробовал играть? С моими габаритами какой регби? Ну, если честно, габариты не самое главное. Главное – сердце. Остальное все. Главное – не размер собаки, а размер собаки в собаке, правильно? Да, еще такой. Чтобы захилы хорошо сходят. Ты питбуль или кто? Нет, я и раз и киски. А если вот прям… Я маленький шпиц. Да какой же ты шпиц, хватит, может, еще корги сказал. Ну, может быть, корги, да, скажу. Нет, по-моему, питбуль. Нет. Я не такой злой. Может быть, внешне, да. На поле? Только на поле. Ну, может, да, окей, ладно, я буду питбульом. Хотя нет, я тибетский мастиф. Нормально подойдете? Ничего. Который может тигра или льва перегрызть. Это поинтереснее. Это питбуль, там что? Главный для тебя фактор, который был за то, чтобы ты перешел в факел? О чем ты думаешь? Премьер-лига, правильно? Однозначно. Ну, это моя мечта, как бы, в 32 года ощутилась. Там, я иной раз, знаешь, на МачТВ слушаю, там некоторые говорят, вот, представляете, 32 года, Ирак, Искери. Попал в премьер-лигу. И потом раз, такая пауза, дополнение. Вы представляете, как упал уровень нашей люди? Это ты такое слышал? Да, на МачТВ это, знаешь, так и есть. Без лиц, без лиц. Ну, там они какой-то там диалог ведут, там определенные люди, они знают, кто он был. Ну, просто такие вещи говорят. Слушай, ты посередине. Знаешь, вот, сейчас вот, что касается цензуры, я говорю, сейчас люди могут очень, знаешь, высказываться, и как ничего не бывало говорить, публичные вещи заявлять. А то, что каждый из нас прошел какой-то определенный путь в жизни, как бы вообще не интересует. Причем здесь уровень религии? Какое отношение я имею к уровню религии, как бы. Я свое место заслуживаю. Если я его не заслуживаю, я бы здесь не был. В 32 года так точно. Если я был бы там, мне 19-20 лет, окей, я бы сейчас сказал, что молодого помогает, у него есть потенциал, и они хотят его развить. Ну, а здесь 32 года точно. Такой куда мне уже развивать? Я уже давно состоялся. Как футболист, как личностей, как человек. Я иногда так слушаю, что с у меня творится. Все сейчас время все обсуждают, футболисты, не поигравшие в премьер-лиге. Все это ерунда, как бы. Тебя это мотивирует? Они просто постоянно камень в наши огороды закидывают. Понятное дело, что сейчас результат дает им почту для разговора еще больше. Типа, вот видите, у них три очка. Но мы не играем, когда просто сидим сзади, обиваемся и так далее. Да, кстати. Мы пытаемся играть в футбол. Да, может быть, у нас не получается в какие-то моменты. Понятное дело, что к ритму тяжело привыкнуть. Это совсем другой ритм, что касается ФНЛ. И принятие решения. Интестивность, и принятие решения. И футболисты уровнем выше намного. Ну, к этому надо привыкнуть. И болельщик должен нас в этом понять. Что нам нужно время. Так быстро все не бывает. А ты еще чувствуешь, что как бы не до конца адаптировался? Конечно. Это ощущается, типа ЦСКА. Это живой пример. Если мы сейчас были адаптированы к примеру Риги, мы бы ЦСКА не проиграли 4-1. После великолепного первого взаима. Да, может быть, мы не так сильно там сзади, но они ничего не могли сделать. Да, мы забили гол, может быть, нелогический. Мы не разыграли, да, там Грилл подставился, его ударили, пенальти, окей. Но во втором тайме они нас просто перебегали в плане того, что мы психологически, ментально мы проиграли. Понимаешь, ментально и психологически. Они нас начали гнать, они не останавливались просто. Там уже, уже вот я на поле играл, я понимал, что, не дай бог, сейчас нам забьют в ближайшее время 10 минут первые. Все, они нас погонят, потому что они люди не останавливались, они такой ритм задали, что было очень тяжело. К этому надо привыкнуть. Были бы мы к этому готовы, мы бы играли в премьер-лигу больше, и психологически, и со стороны. Мы просто бы закрылись и, понимаешь, по-другому бы играли, бы засушили в эту игру и выиграли. Вот это нам помешало, эмоции нам помешало в этом матче. С СССР, я считаю, что надо бы чуть-чуть по-другому обороняться. Мы бы точно, одну очку бы так точно увезли в эту игру. Обороняться, может быть, наоборот, и там двигать? Нет, правильно обороняться. Правильно. Не просто обороняться, правильно обороняться. Правильно садиться, правильно выбегать и раскрасаться. Я не говорю, что мы должны были сидеть. Рано или после, если ты будешь сидеть, так тебе забьют по-любому гол. Тот, кто прижимается к своим воротам. Да, и сразу забьют второй. Главное не заходить в свою штрафную. Это все это. Ты уже не можешь ни мяч отнять штрафной, ни чего. Там любое касание плюс-минус нарушений. Всегда надо играть за штрафной. Обороняться за штрафной. Это идеально. И спокойно выбегать. Тем более, на своих сильных качествах должны это использовать. Достаточно неплохо прессингуем. Хорошо убегаем. Да, у нас проблемы стерилизации. Но, понятное дело, потому что мы спешку. Мы спешим и хотим быстро все сделать, забить на эмоциях. Но ничего, мы к этому все придем. Мы своего добьемся. Все будет хорошо. Тем более, у нас потенциал есть. Как бы ничего не говорили, еще посмотрим, где будет факель в конце сезона. Тех, кто сейчас в нас не верит. Субтитры создавал DimaTorzok Вомерилos Класс 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 Иier Класс Класс